Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале GadgetMoney. Сегодня мы поговорим о Galaxy S9+. Да-да-да, это вот такой вот интересный экземплярчик. В идеальнейшем состоянии. Американец, соответственно, на процессоре Snapdragon 845. Поэтому, я думаю, видео будет интересным. Я уже несколько дней владею этим смартфоном. И досмотрите обязательно до конца, потому что самое интересное будет в конце. Давайте начинать. Поехали! Не так давно, а точнее несколько дней назад, я вообще ставлю себе цель раз в год приобретать прошлогодние флагманы. Либо достаточно интересные смартфоны по выгодной для меня цене. Так вот, сразу открою тайну, скажем так, чтобы вы не ждали конца видео. Данный смартфон я приобрел в идеальном состоянии с комплектом из зарядки и кабеля. Ну и, собственно, сам смартфончик. Это ни в коем случае не восстановленный девайс. Этот девайс не с Алиэкспресса, но он американец, с интересной прошивкой, наполовину локализованной. Но решается это очень все просто. Будет, скорее всего, отдельное видео. Всего лишь за 28 500 рублей. Galaxy S9 Plus в идеальном состоянии за 28 500 рублей. Если вы досмотрите видео до конца, я вам расскажу, что, в принципе, я его приобрел только для того, чтобы снять видео. И для того, чтобы вам рассказать, что по такой цене можно приобретать гаджеты. И я вам дам ссылочки, где их можно приобретать в описании под этим видео. Либо конкретно этот телефончик вы можете приобрести, просто написав мне, опять же, по ссылке в описании. Этот телефончик снимется в нескольких видосах и будет ждать своего нового владельца ровно по той цене, по которой я его, соответственно, приобрел. Ну и просто оплатите доставку по России. 28 500 рублей. Да, я продаю телефоны с помощью видосов на YouTube, но, опять же, он должен сам себя как-то окупать. Итак, что же мы видим? У нас идеальнейшее состояние. Вот такой вот интересная моделька. Я вам сейчас расскажу, что это за модель. Модель у нас американская. Это непосредственно SMG965U1. Чтобы вы понимали, у вас зеркальное отображение, но все равно вы сможете убедиться. На него без проблем приходят обновления. Локализация у нас всех приложений, которые вы скачиваете с Play Market у нас будет на русском языке. Меню на половина на английском, половина на русском. Но без проблем можно с помощью форума ФОПДА накатить сюда полностью русскую локализацию. Буквально за 10 минут с помощью кабеля и компьютера на Windows. То есть просто установить определенный патч. Установится тема, она будет полностью русифицирована. И это все не слетает, даже если вы телефон перезагрузите. Или он у вас выключится и опять включится. Все будет работать. Здесь шикарнейшие камеры даже на момент середины 2019 года. Мне очень нравится его внешний вид. И его цена. 28500 рублей. Это именно те деньги, которые человек готов потратить до 30 тысяч. Получив топовое железо, 6 гигабайт оперативной памяти, процессор Snapdragon 845, Andreno 630 и в принципе очень неплохие камеры. А камеры здесь три. То есть две основных сзади и одна соответственно фронталочка. Снимает это все безусловно супер-супер круто. Со всеми фишками Galaxy S9. Но опять же, цена. Самое главное это цена. Всегда товар должен соответствовать качеству. Я понимаю, что вы скажете, да не, сейчас можно типа Galaxy S10e купить за 49 тысяч минус кэшбэки и всякие прочие. Кстати, будет отдельное видео по этому поводу. И он обойдется там в 40 тысяч рублей, как бы в 39 тысяч рублей. Но это будет Galaxy S10, это будет почти 40 тысяч рублей. Здесь нету 30 и идеальнейшее состояние. И это процессор не от компании Samsung, это не Exynos. То есть в принципе это достаточное игровое решение. Все вытекающие последствия по пыли, влаге, защите. Type-C, наличие наушников, наличие карты памяти. Здесь даже до сих пор наклеечка о том, что это Qualcomm 4G. Я даже не знаю, это по-моему, нет, это не операторский смартфон. Это даже не Verizon, то есть это что-то такое средненькое. Как-то так. В общем и целом, вот такое вот интересное приобретение. Естественно, вы видели подсъемки в виде кадров, как выглядит телефон воочию. Для чего я его приобрел? Во-первых, очень хочется сравнить с Huawei P30 Pro, на который я сейчас снимаю данное видео. Очень хочу его сравнить с Galaxy S9, потому что, да-да, будет видос еще и про Galaxy S9. И очень хочется сравнить его с позапрошлогодним iPhone X. Потому что iPhone X всем всирает, если он всирал Honor X, то я думаю, что Galaxy S9 Plus и вот так же порвет просто в щи. Но опять же, для того, чтобы убедиться, надо провести ряд тестов и просто пофотографировать. Естественно, мы говорим о камерах. Быстродействие по оболочке, это абсолютно разные смартфоны, абсолютно разные экосистемы. И тут их сравнивать, ну, разве что просто ради фана какого-то или ради кликбейта. Нет, ни в коем случае я заниматься таким не буду, наверное. А может и нет, может и буду. Не знаю. В общем и целом, друзья, Galaxy S9 Plus, купленный за 28 500 рублей. Да, это возможно. Американец, невосстановленный. Если хотите приобрести, пожалуйста, ссылки в описании. Там цена может быть еще выгодней. Или хотите приобрести вот этот вот в идеальнейшем состоянии, пишите тоже. Ссылочки будут все в описании. Спасибо, что посмотрели данное видео. Обязательно ставьте пальцы вверх или пальцы вниз, в зависимости от того, понравилось вам или нет. Подписывайтесь на канал. В принципе, наверное, все. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. У меня есть, что я вам рассказать еще. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok